Итак, на этом занятии мы поговорим с вами о профессиональном отборе. Надежность персонала является ключевым условием обеспечения безопасности для видов деятельности с высокой потенциальной опасностью аварии. Одно из направлений решения этой задачи – профессиональный отбор. Новый технический уровень производства требует привлечения высококвалифицированных работников. Однако далеко не каждый человек, несмотря на активное истребление овладеть конкретной трудовой деятельностью, способен в силу определенных индивидуальных особенностей и личностных качеств обеспечить безопасное выполнение трудовых функций, должную производительность и качество труда. С этой целью были разработаны методы профессионального отбора кандидатов по профессиям и рабочим местам. И в первую очередь в тех отраслях, где человеческий фактор является решающим в обеспечении безопасности. Итак, профессиональный отбор – это научно обоснованный выбор работников из группы претендентов для найма на работу или направления на обучение по определенной профессии, специальности или должности. Чтобы выяснить, соответствует ли работник по своим профессиональным знаниям, умениям, опыту социальным, психофизиологическим и другим личностным или индивидуальным качествам, требованиям конкретной профессии, специальности, проводится на производстве или в организации проверка профессиональной пригодности. При профессиональном отборе выбор работника происходит через оценку его профессиональных качеств. К профессиональным качествам относятся психофизиологические, социально-психологические и другие качества, а также знания, умения и навыки, необходимые работнику для безопасного и производительного выполнения работ, операций, функций по профессии или должности. На основании проведенных профессиографических исследований в условии содержания и опасности труда для оценки профпригодности работников выделено 30 профессионально важных качеств, подразделяемых на три группы. Первая группа – это профессиональные знания и умения, вторая группа – социально-психологические качества и третья группа – физиологические и психофизиологические качества. Испытание и оценка профессионально важных качеств при профессиональном отборе происходит в нескольких формах и видах. Первая – это экзамен. Проводится для определения и оценки уровня профессиональных знаний, умений и навыков. Экспертные оценки. Проводится для оценки социально-психологических и эмоционально-волевых качеств. Психофизиологические диагностики и тестирования проводятся для испытаний и оценки физиологических и психофизиологических качеств. Например, определение таких социально-психологических качеств, как дисциплинированность, ответственность, отношение к алкоголю или наркотикам проводится методом экспертной оценки. Для определения психофизиологических качеств используется комплекс опросных, тестовых и аппаратных методик. Измерение и оценка психофизиологических качеств, таких как скорость психомоторных реакций, острота зрения, глазомер, цветовосприятие, острота слуха, дифференциация звука или устойчивость внимания, используется с помощью компьютерных версий аппаратных методик. По признаку значимости профессионально важные качества разделяются на две категории – обязательно необходимые качества и ограниченно необходимые. Отобранные как профессионально важные для определенных категорий работников качества имеют разную степень значимости для разных профессий. Некоторые качества являются абсолютно необходимыми и не могут быть компенсированными высоким уровнем иных качеств. Например, острота зрения для машиниста-локомотива не должна быть ниже установленной нормы и не может быть компенсирована высоким показателем глазомера. В то же время, такое качество, как, допустим, целеустремленность, настойчивость, вполне может быть компенсирована высоким уровнем добросовестности или дисциплинированности. Продолжение следует...